Окружные депутаты приступили к рассмотрению расходной части окружного бюджета 2016 года. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету народные избранники рассмотрели расходы главных распорядителей бюджетных средств. Начали с бюджетных ассигнований на содержание Комитета гражданской обороны Ненецкого округа, аппарата администрации, избирательной комиссии, счетной палаты и собрания депутатов. Любовь Пермякова следила за ходом заседания. На заседании депутаты очень тщательно подходят к каждой статье бюджета. Расходы для главных распорядителей бюджетных средств рассматриваются через призму новых экономических условий. Разговор идет достаточно требовательный и серьезный со стороны депутатов. Практически мы рассматриваем каждый департамент на наличие экономии финансовых средств. Наверное, это происходит потому, что бюджет на следующий год у нас является достаточно напряженным. Он, все знают, что он дефицитный. К распорядителям бюджетных средств у парламентариев немало вопросов. Экономия должна быть экономной, убеждены они. Поэтому сумму 212 700 рублей для избирательной комиссии, которую она планировала потратить на приобретение призов, депутаты не согласовывают. Мотивируя тем, что Центр поддержки молодежных инициатив и военно-патриотического воспитания может взять на себя работу с молодыми избирателями. Остальные суммы были учтены в полной мере. Много вопросов было и к аппарату администрации Ненецкого округа. Львиную долю бюджета составляет арендная плата рабочих помещений, которые арендуют для госслужащих. Все-таки мне кажется, что площадь сегодня арендная плата падает, да, и многие стоят в площади. Поэтому, конечно, говорить о 1600 метров квадратные, это кощунь. Михаил Васильев, руководитель аппарата, поясняет, что в этом году запланирована меньшая сумма. Поэтому 1000 рублей, то, что мы сейчас поставили, считаю, это ненормально. Вот больше, конечно, это будет кощунь со стороны, так надо дойти. И даже 1000, учитывая то, что площадь очень большая, то, мне кажется, здесь можно все равно еще даже и 7 миллионов, это большая площадь. После приведенных доводов сумму согласовали в полном объеме. Хотя вопрос, по словам Александра Лутовинова, требует дальнейшего рассмотрения. И здесь надо определиться, какие имеются площади свободные для того, чтобы мы могли их максимально использовать. Если таких нет, а мы знаем, что это действительно здесь ситуация напряженная, необходимо, наверное, подумать и о том, что суммируют вот эти все арендные платежи и посмотреть, во что они выливаются по году. И тогда уже подумать и о другом. Может быть, выгоднее построить административное здание, либо приобрести его. В ходе заседания парламентарии рассмотрели еще 8 разделов, в том числе бюджетное сигнование на содержание Комитета гражданской обороны Ненинского округа, счетные палаты, собрания депутатов и другие. Каждый из этих разделов тоже проходил строгий постатейный разбор. Рассмотрение бюджета по предмету второго чтения продолжится в понедельник 30 ноября. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...